Привет, меня зовут Симар, и сегодня я расскажу про новую страну, про Малайзию. Итак, мы находимся на Малайзийской земле, приземлились к Куала-Умпуре, получили штампик, вообще без вопросов, нам шлепнули штамп, ничего не спрашивая, проходите. Сняли деньги, кстати, местные банкоматы не берут комиссию, вообще не берут комиссию, что не может не. И теперь ждем автобуса в Милаку, доехать до Милаки, заселиться с Патаньки. Кстати, кажется, что там споряжается, но это не точно. Малайзия убила по многим моментам, но первое из них было тоже личное условие, за все деньги, что в Бангкоке мы снимали отличный номер с бассейном на крыше с венажоркой, в Малайзии мы получили вот это. Как я уже когда-то говорил, в Юго-Восточной Азии с краучерсингом не очень хорошо, зато довольно доступное жилье, поэтому пока мы здесь, мы живем по отелям хостел Хоуст М, в Таиланде с этим было все хорошо, на Мале с этим все было преимущественно хорошо, а вот в Малайзии как-то так себе, и наш сегодняшний номер выглядит вот так. Вот я сейчас стою в дверях, и это вид на весь номер, абсолютно весь номер, здесь такая дофига большая ванна, с дофига умело прикрученным душем, в котором гидромассаж бьет тебе в лицо. И вот это все помещение, и здесь есть две гениальные вещи, первая гениальная вещь это дверь, дверь в дверь. Я подозреваю, что если с той стороны открыть дверь, то можно зайти в соседний дом. И вторая гениальная вещь здесь это шкаф. Шкаф просто эпичен, шедеврален. Обычно есть плоские ТВ, а это плоский шкаф. Это самый плоский шкаф, что я видел. Кстати, ТВ, ТВ здесь, да, телевизор здесь большой. Это, кстати, фишка всех средней паршивости отельных номеров, большой телевизор. Такое ощущение, что большой телевизор компенсирует просто все. Маленький номер, хреново работающий слив в душе, плоский шкаф. Все. Просто все. Вторым удивившим пунктом стал сам город Малака, но это был город Малака, потихоньку взрывает мне мозг. Здесь парадоксальная смесь традиционного ислама, традиционного Китая, европейской архитектуры, индусов, всего-всего-всего, чего только можно. Фортовые стены. Старые фортовые стены. Женщины в хиджабах, женщины с бинди и старые Роллс-Фройсы. В общем, мне нравится этот город, он парадоксален. Вчера я очень мало снимал, потому что все безгонечные вокруг эклектики. Я только нервно хихикывая зирался вокруг, сегодня я уже могу выдавать связанный текст. В общем, городок Малака. Городок Малака даже не один из крупнейших в Малайзии. Просто древняя столица очередного древнего королевства. Неважно, здесь полная эклектика во всем. В архитектуре, в культуре, в людях. Бла-бла-бла. Центр здесь португальской застройки. Окраины здесь. Чайна-тауны. Где-то здесь была мечеть. И мы идем исследовать все это безобразие. А пока мы все это исследуем, я хочу поделиться интересной информацией про Малайзию, ее эклектичность. В Малайзии очень многонациональный состав. Здесь есть местные племена, здесь есть китайцы, есть индусы. Этот обожается везде, в архитектуре, в культуре, в музыке, в СМИ, везде. Даже в структуре страны здесь есть 20 с чем-то штатов. Часть из них управляется султанами, часть из них управляется королями, часть – губернаторами. Притом султаны и короли являются еще и верховными имамами каждого из штатов. Это все, что я хочу сказать пока что о эклектике. Страны Малайзии. Забавно, что здесь Крисмас, мажливское настроение, елочки, песенки. Вокруг я напоминаю тропики, но это не мешает надевать шапочки с оленями и ставить елочки. А это проект крутого отеля, недалеко от которого мы живем. Только что мы поучаствовали в местном сити-квесте, подбежала группа молодежи и просила сфоткаться с ним, потому что фотка с иностранцем – 40 очков в игре. А сейчас мы ходим, смотрим разваленные голландские крепости. Здесь был форт, я не помню какого века, в табличке написано – 16 века. А весь этот холм – это военное укрепление голландцев. А здесь просто ворота. Пойдем поднимемся повыше. А вот и верхушку голландского холма. Вид на город, вид на Малайский полив. И видно бывшую церковь Святого Павла веке так 16-го. И очень много туристов. Фоткающиеся на фоне города. Вот такая вот с сыркушком. Такое ощущение, что я во Львове. В мусульманском Львове. Посреди музея Султана 16 века стоят массажные кресла. Судя по всему, тоже 16-го века. А это местная развлекуха. Велорикши. Они украшены всем, чем можно. Просто покемонами, хеллоу-кики, дождиками. У каждого свой музон. Чем громче, тем лучше. А вечером еще и огоньки. А-а-а, выбеглазие. В Малаке очень много музеев. Они все цикленные и дорогие. И вообще мы не поклонники музеев. Но сегодня решили немножко пройтись. Есть так себе. А есть, например, вот зал воздушных змеев. Национальное малайзийское ремесло. Здесь это любят и умеют. Вот такие воздушные змеи. Здесь делают из бамбука и шелка, если я правильно понимаю. И запускают даже сейчас. Вау, это все воздушные змеи. Ох, не в то место в ход сделать, ладно? Ох, не в то. Ох, не в то место в ходу съезжает уточка. И сигналит такая, конечно, закат агенту снимает. А теперь очень драматичный кадр. Закат, мечеть, песка, мой диво. Уточка выходит из моря. Если Питер пахнет никотином, то молако пахнет дурианом. Его оказывается много разных видов. Здесь прямо есть такие вот закрытые клубы любителей дуриана с своей парковкой. Его там огромное количество, им здесь везде пахнет. И мне уже этот запах кажется не таким уж и противным. Надо бы зайти поесть, что ли. И на это ароматные ноги на сегодня все. В следующем видео будет столица Малайзии, город Куалумпур. Город, в который я очень мечтал попасть. И который разочаровал. Почему? Увидите дальше. Подписывайтесь на канал, смотрите, ставьте лайки. Я бы пошел покупаться, но тут шторм, грязное море и нет. Продолжение следует... Продолжение следует...